Привет! В последнее время все больше людей, как новичков, так и более опытных райдеров, интересуются темой установки гироротора на МТБ. Но, так как в интернете информации очень мало и она в большинстве своем разрознена, я решил сделать видео, в котором собрал ее в едино. Что же такое гироротор? Гироротор – это тормозная система, которая позволяет вам вращать руль и делать барспины и тейлвипы бесконечное количество раз. Но перед установкой гироротора нужно четко понять, нужен он вам или нет. Потому что в сравнении даже с самой дешевой гидравликой, качество торможения и ощущения на ручке у него будут ощутимо хуже. Если вы не делаете несколько барспинов или тейлвипов в линии, не крутите дабл или трипл бары, подумайте, так ли он вам нужен. Теперь немного об устройстве гироротора. Он состоит, во-первых, из ручки с тормозной, с которой выходит трос. Они приходят в верхнюю пластину, из нее они попадают в ротор. Далее к ротору крепятся через нижние ушки нижние тросы, которые проходят вплоть до тормозного калибра. Теперь о том, как его установить. Для начала вам понадобится ручка. Подойдет в принципе любая, но мне нравится R7 Monolever. Из-за того, что из нее сразу выходят тросы и нет ореха, как на таких тросах. Но с таким тросом подойдет любая ручка под механический тормоз. Верхние тросы продаются как комплектами, так и отдельно, как с ручкой, так и без нее. Поэтому подобрать оптимальный для вас вариант достаточно просто. Дальше мы встречаемся с первой проблемой. Верхний пластин. В принципе, можно использовать обычную привод с пластином. Но работать это будет только в том случае, если у вас есть достаточное количество приставочных колец под вынос. Потому что в ином случае у гироротора не будет достаточного пространства для перемещения. И как следствие, эта система не будет работать. Именно поэтому, для бычей стрелива спидов с гиросистемой, установлена пластина с амбулитом наверх. Которая освобождает место для движения гироротора. Теперь, коротко о выборе самого гироротора. На рынке есть множество предложений. Начиная дешевыми гиророторами на шариковых подшипниках, заканчивая дорогими на промышленных. Каждый может выбрать то, что ему по душе. Я бы не советовал выбирать гиророторы с шариковыми подшипниками. Они очень быстро загрузят в грязи и выйдут из строя. Под гироротором нас ждет еще одна проблема. Толстый стакан алюминиевых МТБ-шных ран. Именно поэтому гироротор на МТБ-рамы всталивается вверх ногами. Следующая проблема – отсутствие на вылечестве алюминиевых ран отверстий под крепление нижних тросов. И тут есть два варианта, и они зависят только от вашей раны. Если у вас рама с интегрированной рулевой, то вам придется сверлить. Смиритесь. Если же у вас зеро-стак рулевая, то вы можете докупить пластину, которая устанавливается вместо верхней чашки рулевой. И не портить раму. Если у вас интеграшка, не стоит бояться сверлить. Это очень просто и занимает 10 минут. То, что вам нужно – это парасосер и мячик резьбы М4. Главное – быть аккуратным. Не заборьте раму. Главное – действуйте осторожно, аккуратно и не спешите. Так же в природе все еще остались рамы с ней интегрированной рулевой. Скорее всего, в этом случае вам тоже придется сверлить раму. Но, возможно, вы сможете найти человека, который сможет выключить вам нижнюю чашку под ушки пиророта. Но я бы на это не рассчитывал. Нижний трос. Продаются как отдельные, так и входящиеся в один тросы. Что выбрать, зависит от вас. Но я бы советовал вам использовать трос, который из двух тросиков сходится в один. Так как не нужно, учится зажимание двух тросиков и зажимается всего один, как на классической тормозной системе. Вот мы бы выбрались к калиперу. Я советую использовать шоссейные калиперы, потому что в гиросистеме вход троса ограничен. Во-первых, орехом, в котором соединяются тросы. Во-вторых, самим пространством между рулевым стаканом и выносом. Настройка гироротора осуществляется включением вот этих четырех винтов и подключиванием винта на ручку. И, естественно, зажиманием троса в калипер. Сам калипер настраивается ровно точно, как и любой другой дисковый тормоз. Во время настройки прикручения крутилок вам следует добиться такого положения гироротора, чтобы он не стоял с явным перекосом и при обращении руля не двигался из стороны в сторону. Теперь о некоторых очевидных и неочем моментах. Во-первых, да, гироротор висит в воздухе. Его растягивает в разные стороны трос. Именно поэтому так важно правильно настроить их натяжение. Во-вторых, в ручках выбирайте ту, с которой вам будет удобно кататься, которую вам будет удобно нажимать. Это же очевидно. Так как усилие, которое придется прилагать на ручку, даже при идеальной настройке, все равно будет больше, чем у гиророторического тормоза, это очень важно. Третье. Верхняя пластина. Если вам не подходит обычная плоская, то вам придется искать пластину с вылета наверх. И тут есть несколько путей. Вы можете заказать у токаря пластину по вашему чертежу или по образцу. Или можете купить уже готовые решения у ребят из МТБ Джару или других компаний, занимающихся этим. Четвертое. И совсем не очевидно. Крепления для нижних тросов изначально идут с очень коротким болтом, так как они предназначены для стальных BMX-рам. При установке в алюминиевую раму этого болта может быть недостаточно для надежной фиксации нижнего крепления. Поэтому я советую вам входить в ближайший крепмаркет и купить болт по длине. Снять будет плюс. Пятое. Если покупаете нижние BMX-тросы, особое внимание уделите их длине, потому что их может банально не хватить. Пятое. От себя лично я бы советовал ставить калипер TRP Spire или другой аналогичный с подводом колодок с двух сторон. Это очень сильно упрощает жизнь. В данном видео я не затрагивал гидравлические гиророторы, так как они мало распространены и до последнего времени были достаточно ненадежными. Недавно Zekstav выпустили обновленную версию всего гидравлического гироротора, но о ее надежности говорить пока рано. В завершении хочу попросить вас еще раз подумать о необходимости именно для вас в установке гиросистемы на свой байк. И пожелать вам хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok